Тумсо, экономика Чараи состояла в основном из производства фальшивых российских денег и АВИЗО, продажи людей, паленого бензина и немного наркотиков в РФ. Может ли экономика Чараи существовать без РФ? Но у тебя очень хорошее познание по поводу экономики Чараи. Видимо в твоем мире есть какая-то отдельная Чараи, у нее есть какая-то экономика. И эта экономика зависит от фальшивых российских денег. Я тебе так для информации скажу, в этом мире, наверное, нет вообще такой банды, которая бы делала фальшивые российские деньги, потому что они не интересны никому в этом мире. Даже фальшивые монетчики, люди, которые занимаются изготовлением фальшивых денег, они никогда не изготавливают российскую валюту, потому что она даже настоящая, она не ценна, она никому не нужна в этом мире. А фальшивые тем более. Даже если заниматься фальшивым уничеством, то обычно занимаются фальшивыми долларами, чаще всего, либо евро. То есть какой-то валютой, которая в этом мире ценна, но точно не рублями. Все остальное, в общем, это, конечно, полная чушь. А так, экономика Чечни, она не то, что может существовать без России. И, скорее, Россия будет в затруднительном положении, если она откажется от экономики Чечни. Почему Россия так борется за нашу землю, за нашу республику? Почему не хочет нас отпускать? Потому что мы, в том числе, экономически очень выгодны и интересны. У нас есть нефть, а нефть это деньги. Если, я видел сейчас пропаганда идет, что там типа Кадырова обычно говорит, что там наша нефть ничего не приносит, там особо никакого дохода не приносит. Но если не приносит, оставьте ее для Чечни. Пусть Чечня получает с нее доход. Почему Роснефть забирает все деньги и потом нас датирует? Если эта нефть не приносит никаких доходов, отдайте ее Чечне. Пусть Кадыров с нее будет получать, допустим. Почему ее не отдают? Саламу алейкум, я чеченец, живу и работаю, ахамдуллиллах. Нет никаких проблем. Знаешь, когда ты рассказываешь про каких-то преступлениях, 99% чеченцев их не слышат. Ты о них знаешь, а мы нет. Как Карл говорит, у алейкум ассалам, муслим Акраманов. Ты знаешь, карма такая вещь, она обычно постигает людей, которые занимаются подобной пропагандой. Пропаганда это вообще в основе своей ложь. Есть неправильное понимание, когда люди говорят, что они рассказывают правду, допустим. Это тоже типа пропаганда, правда, но это не пропаганда. Пропаганда это именно ложь, когда ее подают под разным соусом, навязывая людям. Вот ты сейчас занимаешься пропагандой, пытаясь создать впечатление, что в Чечне действительно никто ничего не знает, там никто не страдает. И обычно карма настигает подобных тебе людей. Она приходит в их дом, в их семьи, к их родственникам. И тогда вы начинаете говорить по-другому. Поэтому я не желаю тебе ничего плохого, но побойся Аллаха. Пойди и расскажи о том, что ничего в Чечне не происходит родственникам Турпола, Исраилова, Хизыра, Ежиева и других жертв. Родственникам Эстамировой, родственникам Садулаевой, Джабраилова, Алика и многих-многих других. Тем расскажи, чьи имена они стали общественным достоянием. Расскажи родственникам 27 убитых в подвале 2-го полка, казненных в начале 2017 года. И родственникам расскажи, которые сегодня скитаются по этому миру. Томсо, знаешь ли, Ахыска Турков. Ну, лично я не знаком, но знаю об этом народе. Это тоже наши братья, которые были, как и мы, депортированы, высланы Сталином, подверглись геноциду. Они проживали на территориях сегодня ограниченных, ну, приграниченных территориях Грузии и Турции, которые сейчас входят в состав Грузии. Когда-то они входили в состав Османской империи. И Сталин их тоже посчитал врагами советского народа и выслал в Сибирь. Санам Алейкум. Ну, как ты относишься к чеченским ворам в законе и какое у тебя вообще представление о них? Алейкум, асанам. Я в целом к понятию вор отношусь плохо. Вор это тот, кто крадет, кто ворует. Поэтому, ну, как можно к этому относиться хорошо? В независимости, будь это чеченский, китайский или испанский вор. Какая разница, если он вор? Что можно сказать про ингушско-осетинский конфликт? Могу сказать, что с истины на стороне ингушей. Это, к сожалению, конфликт, который был заложен Сталином. Сталин был мастером закладывать такие вот на Кавказе очаги постоянного тления, которые в любой момент могут раз так и разжечь. Через них получается мощное пламя, пожар. Вот это один из таких очагов. Это как вот ситуация с Аухом. Это как ситуация там с грузино-абхазским конфликтом. Юго-осетинно-грузинским, с хенвальским регионом. Как Азербайджан, армянский. В общем, это вот из той же серии. И здесь, конечно, истина на стороне ингушей. Те дома, в которых раньше жили ингуши, откуда они были высланы, туда намеренно, специально заселили осетинов. Для того, чтобы таким образом заложить ненависть между этими народами. И это получилось им сделать. В результате, когда вернулись ингуши, их дома, разумеется, не освободили. Как и в случае с Аухом. Ровно то же самое. Просто в Аухе это не привело к подобным кровопролитиям. Хвала Аллаху, что это удается пока держать в таком тлеющем состоянии. Но в целом, это тоже такой же взрывоопасный конфликт. В общем, в 92-м году в результате там произошли бои и столкновения. Сейчас до сих пор этот вопрос как бы не решен. Его оставили, ингуши все равно, конечно же, претендуют на свои земли. И это абсолютно справедливо. И вообще, этот вопрос его нужно решить по справедливости. А справедливостью будет вернуть дома ингушам, либо сделать так, чтобы они были довольны. То есть, предложить им какую-то альтернативу. Но так, чтобы они были довольны. То же самое нужно сделать и с Аухом. Именно вернуть эти дома своим прежним хозяевам. Восстановить вот эту вот справедливость. Также и эти территории, их административно нужно вернуть. Приверный район нужно вернуть Ингушетии. Аух нужно вернуть Чечне. То есть, это нужно, чтобы все именно справедливо разрешилось. А для того, чтобы это сделать, нужно так же справедливо поступить и с теми людьми, которые сейчас уже там живут. Они там уже обжились. Там уже сменились два, как минимум, поколения. Этих с этими людьми тоже нужно поступить справедливо. Их нужно так же переселить. Дать им какую-то достойную замену. Этим должна заниматься власть. Это не могут люди решить сегодня своими силами. Это нереально. А власть не будет этого решать. И она не хочет. Она специально будет это оставлять, для того, чтобы этот конфликт тлел. И вы видите на примере с Аухом, допустим, там, где есть уже принятое решение, законы, которые нужно исполнить. Этих людей нужно переселить на другую часть Дагестана. Это все уже принято, но не реализуется. Потому что реализовав это, они вот этот очаг погасят. А это невыгодно. Его нужно оставить, чтобы в любой момент его можно было разжечь. Так, байка, что чеченцы выиграли войну и получают дань от России в виде донатов в 50 миллиардов смешны. Ведь они забирают из Чечни нефть и газ на сотни миллиардов. Представь, как бы мы жили, будь мы свободны. Дань платят, будучи униженными. Это обязательное условие выплаты дань. Обязательное условие, чтобы ты был унижен. То есть дань это та оплата, которую с тебя именно взимают. Ты не даешь ее добровольно. То, что дается добровольно, это милостынь. Когда ты не обязан ничего давать, и ты просто добровольно хочешь заплатить и платишь. Это милостынь. А дань это когда тебя ставят в положение, когда ты вынужден платить. И это изначально униженное положение. Поэтому, если бы и Чечня была бы сегодня не покорена. Я имею в виду, не завоевана. Мы-то не покорились. Но в военном понимании сейчас наша территория покорена. Она занята нашим ругом. И в этом положении, когда нам дают какие-то донаты, делая это не в униженном положении. Это наоборот. Мы являемся униженными в данном случае и получаем эти донаты. Понимаете, мы их как добрую волю России получаем. Это не дань. Дань это была бы, если бы мы их вынудили, поставили бы в то положение, чтобы они вынуждены были платить. Хотя мы абсолютно не преследуем цели, унижать их и заставлять что-то платить. Оставили бы они нас просто в покое, этого было бы достаточно. Ты религиозный и скромный человек. Не считаешь ли, что кофе стоит в одном ряду с сигаретами и алкоголем? Пить кофе вызывает зависимость и измененное состояние психики, искусственно улучшая настроение. Иван Филиппов. Где-то, по-моему, в веке, я не знаю даже в каком, в общем самом начале, когда еще только кофе открыли, было такое мнение среди исламских ученых, что оно типа тоже является опеняющим напитком, и оно было запретно до определенных пор. Но сейчас такого мнения я не слышал, чтобы оно сейчас где-то бытовало среди исламских ученых. Конечно же, нет, я так не считаю. Я сам употребляю кофе, и оно абсолютно не как, ну это обычный напиток, как сок или чай. Ничем от этого не отличается. Поэтому, ну, разумеется, мое мнение такое. Но что касается вообще мнения, что оно запретно, то, ну, я не знаю, в 21 веке навряд ли кто-то так считает. И это будет очень странно, если люди подобное скажут, что оно вызывает зависимость, там, что что-то делает с настроением, да, чушь полная. И зависимость оно не вызывает, да и с настроением оно ничего не делает. Обычный напиток, как вода или как чай или сок. Брат Тумсо, а что тебе известно об Аухе, как в твоем понимании происходило все там? Да, это вполне известная история. Аух всегда издревле был территорией Чечни, чеченцев, там проживали чеченцы. Это отдельное общество, как бы, среди чеченцев. В смысле отдельное. Не значит, что оно какое-то неординарное. Это такое же отдельное общество, как шатойцы, там, джиберлойцы, орстхойцы и так далее. Такое же общество. Только это Ауховцы. И они, значит, всегда проживали на этой земле. Но в какой-то момент Сталин решил нас, значит, выслать, наказать весь наш народ таким образом. И, разумеется, всех чеченцев выслали. А потом он просто взял вот так вот своим розчерком пера, перечертил, перечертил вот так вот границу. Что бывает, Дагестан так немножко взял Аух и включил его в Дагестан. И все. А после этого, уже когда Сталин умер, в 57-м году мы вернулись, эту ошибку не исправили. То есть, эта территория так и осталась Дагестаном. Ее переименовали, разделили на две. Два села отдали в Казбековский район, остальную территорию сделали из нее на Волагский район. Откуда-то переселили Лакцев, откуда-то Аварцев в эти районы. И, короче, эти дома были заняты другими людьми. Соответственно, когда чеченцы вернулись, они приехали, значит, в свои дома. Но тут, там живут уже другие люди. Теперь эти люди, чтобы покинуть, освободить эти дома, им нужно вернуться на свои земли. Но либо, значит, там уже нет их домов, может быть, не знаю, либо им... В общем, для того, чтобы эти люди покинули эти дома, теперь государство должно создать им условия, предоставить им другое жилье, вернуть их на прежнее место жительства или дать в другом месте жилье, построить компенсации какие-то дать. Что-то, какой-то процесс должен происходить. Но государство, разумеется, просто тупо отстранилось от этой проблемы, посеяв там вот этот вот очаг напряженности. И он до сих пор присутствует постоянно, этот вопрос возникает. Туда нужно просто немножко иску какую-нибудь дать, и там будет полноценный пожар. Ну, вам взамен Ауха передали два района больших со Ставропольского края. Но это нам не взамен Ауха, во-первых, дали. Это, знаете, очень лицемерная позиция, когда те, кто называют нас братьями, сидят в наших домах и говорят, а вон там вам дали другие... Наши другие братья дали вам вон там земли, вы, значит, теперь идите там живите. Нет, друзья, вы идите там живите. Мы вас примем без проблем в Ставропольском... в бывшем Ставропольском крае, хотите, Шелковской и Навурский район, приезжайте, никаких проблем обустроим, будете жить вместе с нами на той земле, которую нам дали, как вы говорите. А эти дома, чужие дома, их надо вернуть своим хозяевам. Тема Ауха – это тема, на которой очень многие наши братья спотыкаются моментально, когда нужно справедливо высказать мнение по поводу этих земель, этих домов. Сразу же начинаются там покашливания, спотыкания. Саламу алейкум, брат Тумсо. Хотим видеть тебя президентом нашей республики. Дал Аль Шуэлхо. Пользуясь случаем, передаю салам тем, двум, с которыми я сегодня днем смотрел прошлый эфир Тумсо. Валейкум ассаламу арахмату а баракату. Я вот скоро планирую себя объявить единоличным президентом и несменяемым президентом Чеченской республики. Так, поиск истины. Все люди – братья, но есть, которые заблуждаются. Как объединить духовное братство и разделение на нации? Кто оккупировал Чечню? Как не те же братья, но заблудшие? Национализм мешает духовному братству. Национализм, конечно, мешает духовному братству. Кто оккупировал Чечню? Чечню оккупировала Россия. Все люди – братья. Нет, все люди – не братья. Аллах говорит в Коране поистине верующие братья. Но есть, которые заблуждаются. Как объединить духовное братство и разделение на нации? Но, опять-таки, возвращаемся. Объединение может быть только на Истине, на Коране и на Соне. И ни на чем, кроме этого. Субтитры создавал DimaTorzok